Йоу! Всем привет, мои друзья! Снова с вами Макс Травер, мы во Вьетнаме. И я сегодня хочу в видео рассказать вам наикрутейшие истории путешествий ребят во Вьетнам и в жизнь в Вьетнаме. Мы разберем, почему здесь люди живут, наши, как они сюда попали, как они зарабатывают деньги и как можно здесь остаться жить в этом раю. В общем, не переключаемся, ставим лайчелу, сажимся поудобнее и погнали! Вот, знакомьтесь. Илья, привет! Всем привет, ребята, живи-живой жизнью! Мы, кстати, уже с Ильей пообщались, даже немного наши жизненные пути пересекались, шли, скажем, параллельным развитием. Как раз Илья был также в Америке, когда была яхта, забавно, также работал. В траках не работал? Ну, нет, я работал там просто на пикапе, но доставка вещей, там не машин. Вот, а сейчас они с женой живут во Вьетнаме, как раз мы послушаем нюансы и тонкости на Чангусской или вьетнамской жизни. Расскажи, насколько здесь сложно жить, к чему надо готовиться, если кто-то хочет эмигрировать. Окей, сейчас, в принципе, если вы не работаете онлайн, например, то здесь жить достаточно будет сложно, потому что только полгода назад турпоток опять возобновился, только появились турагентства. По идее, официально, да, здесь гидом из Депрещенова работать, но очень многие русские работают, так и зарабатывают. Либо какой-то индустрии развлечений, там, кафешки, бары, рестораны, либо турагентство, либо онлайн. Потому что все остальное здесь не приживется, так сказать. Есть, например, в Сайгоне, в Ханой, там можно еще учить им английский, если хороший английский. Если нет, то... Ну, кстати, я слышал о такой теме, что английский язык, и даже когда 8 лет назад я вот путешествовал тостопом, я также встречал ребят, но в Ханойе. Они преподавали английский, украинец, муж с женой, и при том, я раньше до этого слышал, что якобы ты должен носителем быть языка, а они типа как бы, ну, у нас не там супер, не крутой, они не педагоги, но при этом все равно работали. Да, работали. То есть здесь есть все равно такая тема? Да, потому что я сам когда-то подрабатывал, там, 7 лет назад в Ханойе учителем, но дошкольной группы. В сути, цвета, там, цифры, это просто, даже если ты не носитель, ты можешь, там, 1, 2, 3, 4, там, рассказать детям. Но если у тебя хороший английский, у тебя в один там учителем на постоянку, совсем другие зарплаты, причем очень хорошие, там, 2-3 тысячи баксов можно зарабатывать при полном рабочем дне. При такой уровне жизни это очень хорошая зарплата, да? То есть как бы вьетнамец, я думаю, столько не зарабатывает. Нет, в среднем зарпал сейчас 300-500 баксов. Сколько надо минимально средств для того, чтобы ты мог жить во Вьетнаме? Если прям совсем экономно, 600 баксов на человека. Если, в принципе, ни в чем себе не отказывать, наверное, полторашка, на двоину достаточно будет. Самое основное, это, конечно, жилье. Жилье там от 100 до 2000 долларов. Хорошо, а второй фактор, это уже питание. Вы готовите сами? Да, иногда. Мы иногда ходим на завтрак, если лень готовить с утра, иногда ужин готовим на завтрак, идем. То есть чередуем. Потому что готовить, конечно, дома выгоднее, с одной стороны, с другой стороны, тоже закупить все это. Что-то испортится. Да, да, да. То есть здесь мы чаще все-таки питаемся, конечно, в кафешках. То есть за 600 долларов на одного человека, ну если женой, то... Ну, тысячу на двоих. То есть тысячу можно влезть. Да. Это с арендой мотоцикла, байка или с метра? Ну, я купил байк сразу. Здесь аренда не выглядит, но ты сразу покупаешь его, потом так же продаешь примерно за то же самое. Проблем с этим нет. Мы находимся на Чанге во Вьетнаме и сегодня поговорим, как наши живут во Вьетнаме. И есть очень интересный интерьер, который расскажет, как он работает, как он живет и как, самое интересное, он добрался до Вьетнама. Привет, ребята, меня зовут Саша. Добрался я до сюда до Чанга из Крыма автостопом. Полгода дороги у меня это заняло, 18 тысяч километров. Ну, полгода, по сути, из-за того, что три месяца у Владивостока застрял. Но он добирался исключительно без денег, с одним только барабаном. Ну, как уличный музыкант, получается, зарабатывал. То есть три месяца ты ехал, получается, с Крыма до Владика? Два с половиной. Два с половиной, да. И по каким местам тусил? Ну, получается, все большие города, ну, разве что в ЕКБ не заехал, по Челябинску проехал, по низу. Ну, Урал проехал, а перед этим, получается, что у меня? Саврополь был, потом Калмыкия, Татарстан, получается, дальше у нас Урал как раз, Сибирь, Забайкальский край, Бурятия и Дальний Восток. На Байкал сгонял? Да, конечно, в Слюдянке был, ну, в самый юж Байкала. Получается, от Иркутска я вот проехал вот так по ним. И где жил? Ну, всю дорогу в палатке, на самом деле. Ну, конечно, не знакомился по пути, у меня еще новых друзей по России появилось. Во Владивостоке вообще я бы, если бы ни один человек, с которым в первый же день, как приехал, познакомился, я на три месяца у него вписался. Офигеть. Все это время у него жил, да, документы делал, как бы зарабатывал деньги, ну, да, в основном в палатке у меня. Круто, а вот в Писке, почему Кауччерфинг, ту же самую Писку не пользовался? Ну, короче, так как я еду без денег, и обычно вот у меня это получается, что по дороге на трассе очень плохая погода, заезжать в город это лишнее время, нервы, плюс из-за погоды мне не поиграть даже на барабане. Получается, мне приходится оставаться всегда на трассе, вот, и как бы кому-то вот в гости залетать, ну, это, опять же, как я сказал, это в город надо заезжать, это много проблем, мне проще по трассе передвигаться. В какой сезон ты ехал, это в какие месяцы? Я, получается, 29 июля стартанул с Крыма, и 17 сентября, да, 18 сентября, даже чуть меньше времени, я был в Владивостоке уже, да. И как стоп у нас сейчас в России? Ну, нормальный, по Бурятию очень тяжело было, вот прям невероятные какие-то 80 километров я три дня пробирался. Серьезно? Это вообще ужасно, да, Бурятию, ну, от Улан-Удэ вообще не хотят забирать. Сколько самый был максимальный суточный пробег? Ну, я, как считаю, на одной машине, типа, сколько я проезжаю, вот, а суточный, да, получается, я с Тамбова до Москвы ехал, я просто через Москву ехал, из Крыма, мне на сутки 1100 километров проехал. Вообще нормально. В одной тачке, да. А средний сколько пробег? Ну, в среднем, вот, 400 до 800 километров за день, получается. Нормально тоже. Ну, где как, да. После четы, да, получается, когда я 300 километров уже проехал, вот эти сначала 80, как я сказал, потом еще там 200 с чем-то пробирался несколько дней, а потом просто залез в фур и три дня с мужиком ехал. Ну, это классно, наверное, да. Еще 3000 просто, ну, да. Словил так. У него и ночевал там в машине на второй палке. Крутяк. И как ты в Вьетнам попал? Ну, через Китай, получается. В Китай я пробирался уже в декабре. Ну, я, как сказал, провел в Владивостоке, пришлось там заработать денег на визу, также вот этим барабаном, на документы, на все остальные дела. И 9 декабря я попадаю в Хунчунь. Уже все, морозы на следующий день, как бы, вдаривают минус 15, постепенно начинают. Я от него убегаю, а он меня догоняет, короче. Ну, всю дорогу по Китаю ехал в минусах. В палатке ночевал по несколько раз за ночь, начнешь засыпаешься. Там горелку включаешь, она за 5 минут, да, прогладку. Ты выключаешь, и еще за 2 минуты она уже успевает остыть. Думаешь, ну ладно, прогрею поплотнее. Баллон начинает замерзать. Плеваться. Начинает, да, утухать. Короче, и палатка замерзает быстрее, чем прогревается. Короче, не так, не так, все бесполезно. Как автостоп в Китае? В Китае никак вообще. Ну, во-первых, я ехал по побережью Китая. Я, ну, хотел посетить начало китайских, получается, по всем этим городам. Ну, и просто Гуанчжоу, там, Шанхай, вот это все хотел заехать. Вот. Мне предположение, что если бы я через Пекин ехал, через центральная, там, возможно, большой хайвей, я бы там быстрее бы добрался. Но, увы, ах, моя ситуация не та совсем. Короче, от Кунчуни, как уже говорил, мне повезло. Я сел в фуру и два дня ехал с китайцем. А потом все, началось, короче, тормозит китаец. Каждый, причем, тормозит, хочет мне помочь. Они абсолютно не понимают, что такое автостоп. Им вообще никак не объяснишь. Вот. И стараются привести меня к ментам постоянно. Я поначалу, ну, по России, я ж привыкший, знаешь, типа, какие менты? Не, не, не надо, зачем? Ребят, да я сам доберусь. Потом мы думаем, ну, ладно, давайте попробуем. В итоге полиция здорового человека, как говорится, в Китае, они мне и накормили, и спать уложили. Класс. И, да, и, короче, всю дорогу оставшуюся, я потом приходил к ментам, у меня уже закономленная схема была, прихожу к ментам, где-нибудь на вокзале, в китайском, рассказываю свою историю. Они там думают-думают такие, что с тобой делать. Ну, и в итоге покупают мне билет на следующего города, и я еду дальше. На поезде. Да, и в итоге остальные 3000 километров я проехал на электричках. Это назвал трейн-стоп. Тоже неплохо. Друзья, я хочу вас пригласить на яхтенные туры, которые состоятся уже 23 марта и апрель. Каждую субботу начинается яхтенный тур, чартерные дни. На Средиземном море в Турции вы сможете получить удостоверение шкипера, пройдя наше обучение. 7 дней незабываемых ощущений и красивейших видов. Мы вас ждем. Пишите мне в личку, я расскажу все подробности. Количество мест ограничено. Кстати, 40-футовая лодка First, рейсинговая, ждет вас. Три каюты. На 7 человек рассчитано. Очень классная скоростная лодка. Это будет незабываемый опыт и ощущение. Тогда возникает вопрос, а как же здесь легально можно находиться, если у тебя всего лишь 45 дней пребывания? Окей. Первое. Сначала ты залетаешь сюда по e-визе, сразу делаешь ее заранее, там 3 дня ждешь, 25 баксов стоит 3 месяца, живешь. После 3 месяцев у тебя есть выбор. Либо ты каждые 45 дней будешь мотаться, но это для граждан России, я не знаю точно для других национальностей, для граждан России 100% 45 дней без визы в Вьетнаме. То есть ты, грубо говоря, прилетаешь 45 дней, если не делаешь визы, потом вылетаешь, выезжаешь в любую соседнюю страну, возвращаешься и опять 45 ставят. Здесь люди в Лаос ездят. Это стоит, например, 60 баксов туда-обратно. То есть каждые 45 дней ты должен будешь выезжать, чтобы не нарушить визы в режим. А если нарушаешь, есть какие-то штрафные санкции? Да, там в зависимости от количества дней просрочки, там до года. Если ты больше года, тебе поставят просто запрет на въезд. Тебя выпустят из страны, но могут на 3-5 лет поставить запрет на въезд. Ну, то есть не стоит просто таких денег, которые... Там еще и штраф заплатишь около 1000-2000 баксов, если ты около года просрочишь. Какие главные сложности и проблемы вообще в жизни Вьетнама? Главные сложности – это менталитет вьетнамский. То есть если вы хотите, чтобы было что-то сделано сегодня или завтра, это не про Вьетнам. Если вам пообещали сделать что-то завтра, это, скорее всего, когда-нибудь. Пусть друзьями назвали Вьетнам страна завтрашнего дня, потому что тебе всегда все завтра обещают. И Вьеты в этом плане вообще не парятся. Они не пунктуальны и необязательны. Если ты им будешь постоянно напоминать, они, конечно, сделают. Если вы договорились на встречу, например, в 8 утра, если он придет в 9, это хорошо, потому что они не торопятся, они все начали... Вот это, наверное, самый сложный менталитет. Особенно после стран, где очень все быстро. Москва, Америка, не знаю. Здесь все очень, наоборот, медленно. Никто никуда не торопится, и все на позитиве у всех. Наверное, всякие инциденты могли бы происходить. Что здесь с медициной? В любом случае, каждый мы болеем. Окей. Я могу рассказать на своем опыте. Я был в бесплатном госпитале военном, когда меня укусило насекомое одно нездравое такое. Ничера себе. Ну да, муравей здесь есть, какой-то МКАД. Я потом покажу фотку. Если увидишь, никогда в жизни не давил на руке, потому что там на руке язва образуется, там у него ядовитая очень кровь, она как кислота. В общем, я прихожу, они такие, ну ладно, давай. Достает мне откуда-то шприц, достает мне какой-то спирт, как с самоголом. Он пьяный был, причем врач. Пытался мне спиртом помазать, иголкой, которую он даже не поменял. Я говорю, ты что делаешь? Ты что? Ну и все, мы тут ушли, пошли. Платно все нормально, плачешь там 25 баксов. А 500 тысяч, и тебя принимает терапевт. Здесь, в принципе, плата медицина хорошая. Хороший, господи. Во вьетнамский, как повезет. Плюс еще вот эта разница, как бы, менталитет и языка. Очень сложно объяснить, что у тебя не так, что у тебя болит, что не болит. Но в целом медицина, конечно, на достаточно хорошем уровне для такой страны. Делаешь ты страховку? Нет. То есть вы уже так на обум, скажем, заболит, тогда пошел заплатил. Ну, мы как-то столкнулись с таким вопросом, что здесь на самом деле вот наша страховая компания, у меня какая-то такая крутая по банковской карте, они типа сказали, вы лечитесь и берите счет. А, например, в других странах, вот моя же компания, например, она предоставляла врача, который даже сразу давал таблетки. То есть вьетнам почему-то не распространяется. Здесь вот, может, у тебя есть какой-то опыт или знание, вообще работают ли страховки наши, есть ли смысл делать страховку, или это чисто на свое усмотрение? Ну, наверное, на усмотрение. Я все, кого я знаю, все без страховок живут. Обычно страховки туристы приезжают, у них там какая-то туристическая есть, но кому как, в общем. У нас нет страховки, у меня и друзей нет страховки. Я, кстати, раньше сам тоже не делал постоянно страховки, никогда, в принципе, не попадал, не болел. А когда начал делать страховку, тогда уже начал попадать. Вот такая же несправедливость. Друзья, в отдельном ролике я уже показывал, что можно взять мотобайк, скутер и путешествовать на нем по Вьетнаму. А сейчас я покажу другой транспорт. И это будет такси. Но не просто такси, а мототакси. На такси Максим в обычно привычном формате мы уже ездили в Далате. А сейчас, друзья, я заказал себе мототакси, и на нем мы поедем к ребятам в ПАП, чтобы дальше записать видос, интервью, как живут наши местные. Поэтому сейчас узнаем, что это такое. Так, погнали. Вот такой человек на скутере. Очень классный и прикольный. Это вот первый раз. Шлем от Максима, а куртка от другой компании. Конкуренная. Обнимать мужиков – это не моя тема. Но безопасность, прежде всего. Кстати, на мотоцикле вы никак не удержитесь, будете держаться с задней ручки, которая здесь присутствует. Реально это невозможно. Физика, друзья. Поехали. 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 Ну что, достаточно интересный опыт прокатиться на байке. Байк-такси. Прикольно, да? Ну, у нас такого невозможно, потому что холодно, другие скорости и расстояния. Здесь это нормально, дешево и безопасно. А сейчас, друзья, мы возьмем интервью еще одного интересного человека, который имеет здесь бизнес в Ночанге. Он имеет свой бар. Пусть он расскажет, как ведется бизнес в Вьетнаме, какие сложности, нюансы. Вот такой барчелло. Та-дам! Чирс! Как говорится, бокалы вообще просто реально крутые. Так, что тут у нас есть? Какие разновидности? Нету только гиннес. Ага. Уже сложно сказал, осталось. Опа, опа. Так, не откроется он? Откроется. Смотрите, какая красота. Кстати, на самом деле, во Вьетнаме вместное пиво достаточно для меня какое-то слабое и невкусное. Не имеет какого-то колорита, вкус и какого-то. А вот, например, какой-то иностранный, оно уже совсем другое по цене, практически вдво или втрое. Сейчас нальем местное пиво сайгонского производителя. Крафтово. Крафтово. Так. Оно 12 градусов. О, нормально. Хороший, темный. Очень кохоже. Смотри, прям бокал под лиской. Все, конечно. Лиски или коньяк. Одно из моих любимых. Это. Ну, видно, что хорошая уже плотность. Ну, на 11, похоже, так. Не, у меня же сазок. А, как давно хотелось хорошего пива. 12 градусов. С прекрасным четвергом. Да. Да, прекрасно. Другой день. Это мои из Америки. Не, ну, это приятно, когда сличные. Ты смотри, Калифорния, а с той стороны, Флориды, это оба мои. Может, мы и там, и там жили. Рекольные. В Америки прожили в Америки. Таксайны прямо на тебя зарегистрированы, да? Да. Да, это где-то. Ну, все-таки интересно сделано. Стильно. Так что, друзья, если захотите пивка попить, хорошего в Нячанге, находится бар на севере. И я оставлю ссылочку внизу, потому что так, наверное, сложно будет объяснить. Ну, знакомьтесь. Меня зовут Евгений. Проживаю в Нячанге. Вот владелец бара Нячанг Пап. Расскажи, насколько сложно здесь вести бизнес? Какие клиенты в основном? Вьетнамцы, наверное, сами не заходят. Вьетнамцы заходят. Вьетнамцы, иностранцы, ну, европейцы, и также русские наши. Ну, русскоговорящие все, да. Что есть такого, что нет у других у тебя? То есть, вот такое крафтовое пиво. Да, уже увижу. Очень мало паров, кто занимается именно вот таким ассортиментом пива. То есть, что было крафтовое, темное, светлое. Сам обставляло ли у тебя были? Это все сделано своими руками. То есть, полок покрашено. Все вот это из палеток, из кирпичных палеток. Все это я разобрал, все это сделал. Каждый, весь сделан своими руками. То есть, это уже вот к пару три с половиной года. Ну, это вот все это лепится, приклеивается, что-то убирается, добавляется. Короче, это дом. Это дом такой, парк домашний. То есть, получается, что ты еще и здесь живешь? Нет, я здесь не живу. Это у меня здесь есть дача. Я называю это дача. У меня там, как гардероб. Дома шкафа не хватает. Прикольно. То есть, тут как бы два этажа, получается. Ты снимаешь вот это все здание. Да, полный домик, да. Класс. Какие сложности здесь в ведении бизнеса и вообще есть какая-то особенность? Подводные камни, это вьетнамцы могут подвезти когда-нибудь. То есть, ты снимаешь в аренду, тебе через месяц-два сказали, все, до свидания. Мы продали это даме. А, серьезно даже так? То есть, нужно контракт хорошо прям прописывать, юристов, ну, самому посмотреть, самому дополнить, ну, чтобы себя обезопасить. В этом подводные камни. Ну, сейчас в налогах нет проблем, то есть, такие же, как в России, то есть, два налога, либо доход-расход, ну, либо как общий, как он называется, единый, да. Есть семейный бизнес, у нас семейный бизнес. То есть, это вообще малая налоговая облака, ну, облакаемость, это еще одна. Точно 200 дом как будто бы выше. Ого, нормально так ценник. А как Вьетнам принял тебя? Вьетнам, да, в принципе, так же, как и Китай. Да, и тоже первая машина, тоже дальнобой. До Ханое я сразу довелся, а дальше уже все началось. Ну, там не погода была, я вот в конце декабря уже был, получается, в Ханое, в Донанг приезжал, там дожди были. Ну, опять же, не стрита, я на одном только Аске себе там и на отель зарабатывал, и на билет вот сюда. То на Слепбасе прокатился. Ну, да, тоже интересно. И сейчас, на данный момент, ты пока живешь в Вьетнаме и зарабатываешь вот этим способом? Или у тебя есть еще какие-то варианты? Во-первых, я доехал до Ночанга, познакомился с кучей классных ребят, здесь музыканты очень хорошие, и у нас с ними уже есть команда, с Львиная доля называется, будем здесь на Чанге выступать, пока у нас репетиции идут. Плюс, через знакомого, я пробился в одну русскую школу, здесь детям преподают, и получается, мы продвигаем там курс барабанов. Я преподаю барабаны для детей и взрослых сейчас. Ты стал учителем? Да, да, да. Крытьяк. У меня для себя начал преподавать барабаны. Ну, опыта хватает, как бы у меня нет консервативных знаний, я самоучка, но 20 лет опыта уже. А как вообще пришел к барабанам? По накатанной, битбокс, ритмика, что дальше, на чем зарабатывать в пути. Ага, барабан, его можно взять с собой, ну, типа. А как вообще решился так вот автостопом? Почему автостоп? Как тебе привело к тому, что я начал путешествовать? Был ли какой-то толчок вот жизненный? На самом деле, я так как живу в Крыму, походы, палатки, это все у меня с детства. Был момент у меня, вообще, 7 лет назад началось такое психологическое состояние, мое очень тяжелое такое, у меня все начинало надоедать уже, и я искал способы, как вырваться в путешествие, не как вот все, знаешь, за деньги с самолетами, а что-то вот новое для себя придумать, чтобы мир повидать. Ну и, соответственно, про автостоп я знал давно, но никак не придавал такого значения. Начал смотреть блогеров, с тобой как раз познакомился тогда вот через Елью Бондарева, и многие других ребяток посмотрел, понял для себя, что ну, как бы да, это можно, но я хочу так же попробовать. И вот 5 лет назад впервые стартанул с Питера в Крым на 2,5. 10 дней ехал, короче. Да, все нормально. 100 тысяч километров. Ну, на следующий год 3 дня, понимаешь, зная все за против, как бы правила автостопа плюс-минус, востоке в таком, что все меня вот ворвало, и я уже 5 лет беспрерывно путешествую. Это очень круто, конечно. И зарабатываешь ты в основном вот как раз-таки творчеством вот этим своим. Да, в основном у меня вот такой только заработок. Это круто. Как вообще тебе Вьетнам? Как тебе здесь движуха? Как на Чанг? На Чанг для меня будет такой новой основной локации, новым домом, можно сказать, потому что я хочу здесь пожить сейчас. Да, как уже говорил, 5 лет путешествовал, плюс сюда полгода дороги непосредственно, я очень устал. Вообще с такого образа жизни. Хочу немножко вот сейчас как-то встать на ноги, подзаработать нормальный денег, там, снарягу обновить, ну, банальные такие, чтобы дальше уже продолжить свое путешествие. Потому что я делаю кругосветку. Мне отсюда еще нужно будет Лаос, Таиланд, Малайзия, Сингапур. Дальше у меня третий этап начнется, это Австралия. С нее надо будет как-то попасть в Америку. Ну да, да, там деньжаток понадобятся. А как ты думаешь вообще в дальнейшем тебе барабаны все-таки дадут заработка? Исключительно, да, я хочу со своим барабаном, вот именно вот этим, кстати, все эти километры. Класс. За несколько лет уже поменял на нем три мембраны, у тебя кожа на нем стоит. Вот, ну я просто их в ноль стачиваю, играю, понимаю. Хочу именно с ним проехать всю дорогу. Скажи, где найти жилье на длительный срок? Может, есть какие-то лайфхаки или советы? Потому что, наверное, это все-таки одна из статей важных, затратной части. Самое основное сейчас-то группы в Телеграме. Очень много групп, там есть группа чисто по Ничангу, там 8 тысяч чем-то человек, плюс группы ВКонтакте, Фейсбуке, либо просто идти по улицам. Мы всегда находили жилье, ты просто идешь, видишь там рент-апартмент, заходишь, спрашиваешь, сколько договариваешься, живешь, не понравилось, ушел. Мы также нашли наши. Мы просто мимо шли, такие, о, рент-апартмент, подходишь, где свободно есть, тут же заехали на сушу. То есть у тебя кухонка получается, кровать, туалет, студия, да, на 37 квадратов. Да, у нас полная. Душ, там туалет, машинка стиральная, кондер, кухня полноценная, там все есть, и кровать, стол, там все. И сколько примерно стоимость? 200 баксов, да. Просто кажется шикарно. Если у вас есть жилье в России, можно его сдавать, спокойно здесь жить и никаких не париться моментов. Давай сравним эту страну с какой-нибудь другой, ну, например, передовой. Мы уже немного заговорили про Россию и США, но, наверное, было бы многим узнать интереса США. Сравни США и Вьетнам. Непонятно, по каким-то причинам уехал в США, ну, вот просто для сравнения. Захотелось бы, если у тебя была возможность вернуться в США и инстанцию США, либо все-таки есть плюсы Вьетнама какой-то свободы? Я бы сказал, если у тебя зарплата в США, лучше живи там, где тебе нравится. Потому что, мы четко поняли, в США зарплаты, грубо говоря, больше в 10 раз примерно, но и траты вот 100% в 10 раз больше. Потому что, уезжая из Америки, мы последнее жилье снимали за 2300 баксов. Пипец нам. Пипец. Это была студия, да, огромная, 60 квадратов, там тренажерный зал, бассейн, это все, но 2300. Это очень дорого, конечно. При средней зарплате в 4000, как бы, одному тяжеловато. Если вы вдвоем работаете, конечно, там друг друга. Ну да, 50% отдал еще на еду, еще тачку, страховки и все. Да, да, конечно, конечно. То есть, в этом плане Вьетнам это более свободная сторона, наверное. Более, я бы сказал, спокойная, позитивная и безопасная. Потому что сейчас в Америке оно очень сильно изменилось, это нам не очень понравилось. Ну, в целом, если говорю, если заплаты у тебя хорошие, если ты удаленщик, живи где угодно. Потому что в Америке и налоги огромные, и цены на все огромные. Здесь, если ты зарабатываешь хотя бы 2000 в месяц, тут особо-то и тратить. Шлепки купил, футболку, шорты. И кайфуй. И кайфуй, да. А они как-то отличаются вообще барбаны? Можешь вкратце немножко объяснить, что за вообще фишка? Ну, сейчас здесь перед тобой 3 африканца. Стоит разных размеров, разной высоты, разный объем колбы, соответственно, разное звучание. Вот. Это у нас сейчас... Я его еще не до конца натянул, я новую кожу поставил, и нужно ему настройку сделать. Он сейчас достаточно низкий, но это из средних барабанов. Видишь, такие очень низкие звуки басовые даже на слэпе. Вот. Это сейчас достаточно хорошо настроено. 11 дюймов вроде бы, или десятка. Достаточно... Угу. И бас плотненький такой достаточно. Вот. Этот вообще, ну, короче, это 12-ка, он самый большой из них, но здесь кожа старая, дырка на ней, и пока его настраивать нельзя. Он очень сильно расстроен. видишь, какой? Угу. Очень существуют вот такие вот дорбучки маленькие. Это совсем малыш, как бы. Есть времена года. Какие лучше всего для посещения Вьетнама, ну, либо Азии, и опять же, почему Вьетнам лучше, чем, например, Таиланд, Камбоджа, все-таки рядом Малайзия, Индонезия. Есть ли сравнение? Я был во всех этих странах, скажу четко. Во Вьетнаме, я думаю, дешевле всего жить, комфортнее жить по погоде, потому что здесь нет понятия прям вот четкого деления, что прям сезон дождей, льют дожди бесконечно. Нет. Сезон дождей, это где-то ноябрь, декабрь, январь. С февраля уже начинается весна. По идее, наверное, весна, самое лучшее время приехать в Вьетнам. Летом достаточно жарко, осенью начинается сезон дождей, но он как бы в кавычках дождей, пошел солнце. То есть не как в Таиланде, там льют бесконечно дожди. Почему Вьетнам? Не знаю, это была первая моя, по сути, за границей, как-то вот сразу сердечко запал. Мы были в Таиланде и в Камбодже, вот недавно вернулись. В Камбодже менее развитая, мне показалось, но почему-то более дорогая. Там вот это парадокс, там цены как бы выше, чем во Вьетнаме на что-то, а зарплата меньше в разу. Я не знаю, почему так. Может, только для белых? Может быть, здесь тоже, кстати, дороже всегда в разы. Но в Малайзии не хотели мы жить, потому что там очень много запретов. Как и там в Индонезии, в Сингапуе, на Бали, это конечно отдельный разговор. А Таиланд, не знаю. Мне все, Таиланд оказался как-то более суетной и более дороже, и более туристический, что за это и дороже он там. Какие советы порекомендуешь ребятам, которые хотят отправиться в Азию, во Вьетнам? Берите побольше денег и приезжайте. За все, что есть здесь, достаточно жить, можно экономно, если сильно захотеть. То есть, здесь есть люди, кто живут за 200-300 баксов в месяц, потому что они снимают жилье тут у Вьетнамцев за 50, но это далеко от пляжа. еду едят в Вьетнамских районах, там в разы дешевле, чем здесь. Мы сейчас в самом центре туристического квартала, здесь реально все относительно дорого. Я встречал таких людей на север, особенно они там дом снимают, 200 баксов дом, каждому полтофу скинул, там рис, не знаю, с овощами едят, потому что они веганы. И им там 300 баксов, вообще кайф, да? Рекольно, да. Где тебя найти, как за тобой следить, потому что ты тоже ютубер, да? Да. Ты смотри, ребят, у нас есть два канала, у нас есть канал про Америку, он сейчас остался уже как архивный, как мы путешествовали, мы путешествовали на машине, делали из Хонда Одесси тоже дом на колесах, потом мы в доме на колесах поколесили по Америке, потом на яхте мы пожили, и вот сейчас мы путешествуем по Азии. Есть Инстаграм, конечно же, Live Life You Say, американский канал Live Life World, это азиатский канал и Инстаграм, ну, если оставишь под видосом ссылочку. Обязательно под видео оставлю ссылочку. А надо ли, когда ты делаешь какой-то бизнес, здесь иметь человека наемного вьетнамца? Да, вьетнамца. Да, когда открываешь вообще компанию, всегда в компании должен быть один вьетнамец, то есть у него сначала 51%, потом у него выкупаешь, то есть оставляешь ему 1%, он не имеет права подписи, там, распоряжения счетом, все, он вроде есть, ты ему плачешь пенсию, и уже все это переходит просто от твоей собственности по такому. Но опять же, а приобрести, например, это здание, чтобы потом тебя так не выперли? На компанию я могу приобрести это здание, но это будет очень много проверок с 15-го года, потому что китайцы заехали и сейчас проблемы, но проверяют, нужно ли ты здесь вообще купить эту землю. это очень тяжело землю. То есть получается, белому человеку достаточно сложно приобрести, не бежит? Землю. Землю, а квартиру, дом? Квартиру, вот здание, сейчас мы пройдем, например, да, ну, в квартиру, там ее вот, квартиры, то есть можно без проблем купить. То есть цена 60-й выше долларов. А уже вот именно как такой вот участок с землей это уже стоит проблем. То есть в этом даже доме, вот можно понять и посмотреть, это отель, ну, это апартаменты, вот выше у нас там идут апартаменты, сейчас можно подняться, давай посмотреть. То есть в этом доме может иностранец только владеть 30% квартир. Прикольно, так вот регулирую, да, на сколько? ревнирую, то есть больше он не имеет, то есть квота выдано, на, например, 100 квартир, 30 квартир, все больше. И при этом в этом доме то есть стоимость квартир будет около 60 тысяч долларов? В этом сейчас, да. На данный момент одна продается там или две уже. Ну, есть за 80 с видом на море, ну, вот у меня заемно смотрится. Класс. А ты арендуешь в этом доме сейчас, И сколько стоит аренда? Каждого по-разному, да, кто как договорится. Кто как договорится. Ну, в среднем 300-350 долларов можно снимать. Ну, при этом это годовой контракт, правильно же? Полугодовое. То есть ты должен еще, и ты должен еще заплатить какой-то депозит? Депозит месяц, либо два. Ну, опять, кто как договорится. А если ты арендуешь, например, такие бизнесы, то тоже самое система? Здесь уже в бизнесе можно за полгода попросить. Сразу выплатить? депозита. депозита. Депозита и платить каждые полгода. То есть полгода я плачу. У меня договоренности свои у нас, так вот, и я, у нас тут. Как ты вообще решил, почему Вьетнам, зачем ты сюда приехал? Откуда вообще где ты? Я с Иркутска. Иркутск, Байкал, очень красивый, сейчас там замечательно. Тепло. То есть надоело постоянно? я уехал давным-давно, то есть я здесь проживаю 12 лет уже. С 12 года, сейчас туда, 24-12 лет. То есть у меня там не касается там все, что сейчас там происходит. Здесь, ну, ну, так захотелось, море, я вот смотрю, здесь же море, вот, для чего здесь жить? Море, солнце, вот как мечта, мне кажется, любого мужа, я имею в барном море. Ну да. Мечта у любого пирата, пирата. Это круто. Не надоело тебе в Вьетнам за 12 лет? Нет. Нет. Я вспоминаю, жизнь в Иркутске не эта. Нет, я даже, да. Нет, там у меня тоже замечательная жизнь, замечательные люди, но... Какие есть такие вот особенности или то, что тебе реально не нравится или бить этого в Вьетнаме? Сложно, да? Что-то такое, на вскидку сказали. Иногда менталитет, но я к нему привык уже, что еда может быть, что как-то мало еды, такое жирное, хорошее, на меня посмотреть. здесь жарко, то есть овощи, крупные. Ну, прикольно. Вегетарианством ты не занимаешься? Нет. Ну, то есть, как бы, ты нормально зарубленный? в барбеке жарим мясо. А, здесь даже еще и делаешь, то есть, у тебя можно купить пиво и еще какую-то еду даже там? прийти, сами взять мясо на рынке угля и сами жарьте, меня так. офигенно, то есть, такая, как бы, и тусовочка, компания, здесь можно организовать. Ну, то есть, ты нашел себя здесь? Я думаю, да. Ну, так. Оно то, что это, надо вот пить в руки. Ну, нельзя такое в баре говорить. Про начанку расскажи, как тебе? То, что много здесь все-таки русскоязычных. Ну, да, в первую очередь, как раз хотел сказать об этом, потому что я же ни английского не знаю, никаких других языков, и через Китай ехал с переводчиком, во Вьетнам заезжал тоже с переводчиком. Я целый месяц общался, блин, с телефоном просто, понимаешь, даже не смог поговорить было банально. Вот, и сюда я приехал, да, естественно, как бы, русские ребятки, мне с ними комфортно и общаться было, вот, и по общим каким-то темам здесь много интересных людей. Вот, ну, а в целом город, естественно, раз тут русские, здесь организовываются определенные движения, которые мне, как тоже русскоязычному, будут удобны и приятны. Вот, кто больше всего поддерживает вот на таком уличном, скажем, образе играния, там, это стрит как гейм, как оно будет правильно называться? Да, стритовать. Да, стритовать. Вот, кто дает больше донейшенов, иностранцы, наши, вообще дают ли наши? В основном китайцы. да, Зато, вообще, за всю историю моих уличных игр таких больше всего у меня получалось зарабатывать в Москве, на Новом Арбате, по Владивостоке мне очень понравилось, это вообще мне на самом деле этот город безумно понравился и выручил меня. В итоге, что, Владивосток, центр, бар Рокс, обожаю это место, влюбился в него просто. Ну, я там изначально выступал часик в одном баре, договорился с ребятками, мне там тысячу рублей платили, ну, так, за час игры всего лишь, а потом я приходил в этот Рокс и еще 8-9 тысяч зарабатывал за ночь просто, играя рядом с ним, понимаешь? Крутяк. Так что, да, я раз в неделю всего лишь выходил играть. И сколько был все-таки максимальный донейшн? Ну, максимально, вот, у меня вот в том же Владивостоке вышло за ночь 18-500. Гуанчжоу мне понравилось, мне там китайцы и отели сняли, причем такой, ну, я там помылся, постирался, естественно, как бы, дороги. Крутяк. Когда вообще отель тебе выдают, это вообще такая тема, да? Я там ночевал под мостом с китайскими бомжами, понимаешь, палатки в этой, вот, а тут мне на следующий день отель дорогущий заказывают, думаешь, ништякайте. Да, как интересно, вот. Китайские бомжи, у них у каждого по два мобильных телефона и по электробайку, типа, и я такой с барабаном и рваной палаткой, понимаешь? А сравнись с Китаем и Вьетнам, что у тебя больше? Пока что мне вьетнам больше нравится, мне сами китайцы нравятся больше, вот какие-то они вот прям очень милые, приятные, прям тушечки-няшечки, честно. Прям очень такие позитивные ребятки. Вьетнамцы более такие, все-таки с этой, с язвочкой небольшой, все-таки, ну, китайцы очень богатые, у них все есть, поэтому они, на спокойном, ну, как мне показалось, а вьетнамцы наоборот. А, кстати, как насчет милиции, полиция гоняет, не гоняет здесь по этому поводу? Ну, перед этим, вот перед Новым годом их меня гоняли, так иногда, и то-то, когда вот здесь вот мы играли с чуваком. Куда подальше отходишь, вообще им нас хранят. Ну, вот я говорю, только вот на их праздник. А в Китае не было никаких таких милых? Китае вообще ни разу. А у нас, в России? У нас, слушай, гоняют, короче, если ты возле государственных каких-то зданий, либо в праздник какой-то играешь, либо если на каких-то Волкин-стрит, типа, того же Арбата в Москве, где люди обычно платят за это. Там есть такие негласные правила, ты приходишь к человеку, который отвечает он тебе дает и в аренду аппаратуру, там, и все дела, короче. Ничего себе. Просто 20% от всей выручки ему. Ну, вроде с другой стороны дают тебе все, то есть вроде неплохо. Ну да, это точно. Люди, которые кавер-группы, они за вечер 8-15 тысяч зарабатывают, а то и 20, они имеют право как бы позволить себе аппаратуру за денежку взять и место хорошее, прибыльное. Они могут и полтинник срубить, если какой-то праздник большой, понимаешь? Ну это да, круто. Музыканты, если профессиональные, они довольно-таки неплохо зарабатывают. И тем более еще могут путешествовать. Вот, да, да. Что ты посоветуешь людям, которые еще не решились, но хотят вот пойти как ты? Не решились? Решиться, да? Ну тут вопрос желания, понимаешь? Если желание настолько сильное, тебе ничего не остановит. Я не знаю близкого языка, без копейки денег. Блин, стремление у меня было сильное, желание. Я не знаю, как еще по-другому стараюсь. Путешествуют таким тяжелым способом. Наверное, надо понимать, что это момент для тебя очень важный в жизни. Иначе такой сложный путь ты не будешь выбирать. Ну, я его называл этот путь бомж-трип. То есть, ты вроде как и бомж, потому что ты все время на улице, да, без определенного места жительства. И вот это постоянно на грани. То есть, ты вроде такой, как... А иногда потом раз тебе и отели. У меня, у меня, кстати, был случай, когда в Турции меня турок так поймал, остановил и дал точно реально отель. Самое. Четырехзвездочный там крутой отель. Удачи тебе, спасибо большое и всех благ. Ну, и твое путешествие. Под видео будет ссылочка, друзья, на контакты Саши, и вы сможете за ним следить. Правильно? В ВК в Инстаграме. Всего большое спасибо и хорошего тебе стрита. Хотел бы добавить, что в процессе путешествия ты поймешь, насколько открытый мир, что таких людей твоей же энергетики огромнейшее количество и ты реально их будешь встречать часто. Поэтому не бойся делать. Ну что, вы узнали, друзья, оказывается, все-таки можно легко и просто поменять свою жизнь в два счета. Главное, имеется цель. И ты можешь жить в любой стране мира и даже зарабатывать в путешествии. Поэтому не очкуй, ставь лайк. Если тебе понравилось видео, то, конечно же, напиши комментарий. Под видео есть ссылочки. Ты можешь поддержать канал спонсорством, а также подпиской. Найти вариант заработка всегда можно. Да, будет сложно выйти из зоны комфорта, но это реально. И в этом видео я это как раз доказываю на примере этих ребят. До новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова